Нелегальных мигрантов в Москве становится с каждым днём всё больше и больше. И ладно бы они просто работали, но они уже становятся опасными для граждан. Они распространяют всяческие заболевания, да и просто мешают спокойно жить. Жители Москвы недовольны. Северная Измайлова, Сиреневый бульвар 15. Местные жители полны возмущения. Они не звали в соседей гастарбайтеров. Как тут не стать националистами, когда мигранты используют их землю потребительски, не собираясь ассимилироваться? Между тем Госдумка собирается принять новую редакцию закона о российском гражданстве, который легализует понаехавших окончательно. И тогда жизнь на собственной земле станет вовсе невыносимой. Здесь коррупция высших эшелонных власти. Мы обращались в префектуру, обращались в управу района, обращались в МС, обращались в полицию. Ни один орган власти не отреагировал. Мы видим, какое количество мигрантов ездит в метро, какое количество сидит на детских площадках по вечерам, распивает спиртные напитки. По окраинам уже, в принципе, привыкли к регулярным дракам. Киргизы на узбеков, узбеки на киргизов. Они между собой, они против местных жителей. Это все уже, к сожалению, сейчас становится такой обычной московской реальностью. Приезжал ФМС, выселяли, и все. А все равно, они обратно приезжают. Так может, в суд надо подавать, если суд есть? Даже мы не знаем, хотелось бы, чтобы у нас все было нормально. Мы просто уже устали, мы ночами не спим. Из драки здесь скандал, они правильно приедут, милиция все сделает, они уйдут, все, все хорошо. Они проезжают, но они после этого опять начинают хулиганить, еще сильнее начинают орать, еще. И вот тут поставят свою машину и начинают. Здесь ни проехать, ни пройти. Пьянки, гулянки, разбой, детям страшно проходить в школу, на площадках гулять. Вечеронники говорят, что все нормально, все по закону, или нет? Нет, нет. Пусть они сюда переедут. Пусть сами приедут, здесь поживут и посмотрят. Мы поедем с ними местами и все. Потому что они отгородились от себя охраной, а мы здесь как бы сами. И наша родная милиция, теперь уже полиция, нас особо не бережет. Что теперь нужно делать? Наводить порядок своими. Каким образом? Выселять. Своими? Выселять? Там все-таки проживает. И законно ли? Сопримки полиции любезно согласились с нами прогуляться, посмотреть вживую условия пребывания. Ну попросить-то можно? Здравствуйте. Вот оно, то самое общежитие. А, вон, вон, пошли, пошли. Хроники на раме. Лестница вполне приличная. Поднимаемся выше. А это на каком этаже? Здесь начинается второго этажа. На каждом стоит огромное количество комнат. В каждой проживает от 6 до 8 человек нелегально. Сейчас вы, собственно, сами все это увидите. Отлично. Сейчас посмотрим. Подобных общежитий по Москве сотни и тысячи. В них живут рабы 21 века. Приезжие из Средней Азии. Это их сгоняют на Путинги и используют в каруселях для голосования за Путина и ядросню. И для власти очевидный профит. И для приезжих есть, где бросить кости на ночь. Как здесь все обустроено. Здесь душевые и даже стиральная машина. При входе в общагу запотевает оптика. Влажно, как в бане. Рассадник вшей, туберкулеза и венерических заболеваний. Встречает нас агрессией доморощенных охранников, не имеющих лицензии на подобную деятельность. Им не вдомек, что деньги решают не все. Есть ведь и закон. Но о каком законе можно говорить, когда на него давно наплевали чиновники и местные менты. Щедро берущие и откровенно крышующие. На каком основании вы здесь находитесь? Мы администратор и охранник работаем. Да, вы здесь работаете, да? Что вы хотите делать? Мы хотим просто узнать, на каком основании здесь вот эти люди находятся. Это вопрос вам поставлено, да? Есть регистрация и со всеми делами, разрешение на работу. То есть они могут показать регистрацию? Могут, но не обязаны и не будут. Сообщение, оно принято. Ваши коллеги обратились уже с жалобой, которая будет рассмотрена. Будет создаваться группа, которая проведет здесь комплексную проверку. То есть представители всех служб придут в данное общежитие и проверят уже ближайшие недели. Вот на этой неделе, да? То есть мы можем надеяться, что на этой неделе будет проведена проверка здесь? Заверните по комнате! Все вопросы в пресс-службу. Все, понял. Пойдемте? Они прячутся, заходят по комнатам и нас не пускают. Вот так мы у себя дома. Обратите внимание, впереди человек загоняет в комнату и закрывает двери. Впереди человек проходит, как бы комендант общежития, который назвался комендантом, загоняет жильцов в комнаты и закрывает двери, дабы вы не смогли увидеть. Скажите, пожалуйста, а вы здесь с регистрацией находитесь? Регистрация. У вас есть регистрация? Да, есть. Вы могли бы показать? Комната еще. То есть регистрация, разрешение на работу у вас все есть, да? Есть. Покажите, пожалуйста. На сайте приглашающим поселиться в данной общаге значится, что администрация не оформляет регистрации постояльцам. Именно поэтому документов о регистрации и разрешении на работу нам так и не предъявили. Ну что, регистрацию покажете, нет? Регистрацию покажете, нет? Покажите, пожалуйста. В ходе проверки незаконное проживание иностранных граждан не выявлено, не было. Понимаете, вот саму причастность органов ФМС к таким нарушениям. Да, конечно, пожалуйста, это официальное письмо. Это же отписка. Это отписка, конечно, из-за того, что чиновники не работают, в принципе, и люди живут в таких условиях. Условия ужасные, вы можете видеть по 10 человек, 15 человек в комнате. Это не условия. Клопы, вши, это антисанитария, это антисанитария для жителей, угроза инфекционных заболеваний жителям ближайших домов. После посещения такого жилища очень советую всем помыться. Стоимость прелестного койко-места в этом клоповнике – 150 рублей в сутки. Всего лишь 3,5 тысячи рублей в месяц. Ничего личного. Это просто бизнес чиновников, когда россияне чувствуют себя в собственной стране, как в гостях. Саша Сотник, Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ.